Всем привет! Сегодня мы поделимся с вами впечатлениями об отдыхе в пятизвездочном отеле Турции Ликея Ворлд Анталия. Сразу скажу, что выбирали отель долго и оплачивали по раннему бронированию еще в феврале месяце. Изначально в планах было посетить отель сети Кристалл, именно Кристалл Татбич Белеки, но цена на него стала расти к моменту заказа. Стали рассматривать другие отели Белека, что по бюджету интереснее, и наткнулись на Ликея Ворлд. Почитав отзывы, создало впечатление, что это какой-то трэшевый отель, где все разбито, ужасно старое, кругом грязь и тому подобные вещи. Но при этом, а мы уже в девятый раз летим в Турцию, мы для себя точно знали, что летим на море, а не сидеть в номере. А по фото пляж здесь был отличный. В общем, недолго думая, как нас не отговаривал туроператор, мы внесли 100% предоплату за этот отель. Ну а далее началась история с Украиной, санкции, отмена рейсов российских перевозчиков, и как результат Аннекс Тур аннулировал наш тур к концу мая в иностороннем порядке. Как результат, всем, кто оказался в нашей ситуации, было предложено за 276 евро сноса пересесть с Азур-Эйр на Turkish Airlines. На тот момент это выходило в районе 23 тысяч рублей с человека. Мы отказались, но ближе к дате вылета курс обрушился, и доплата составила уже около 8 тысяч за человека. И мы приняли решение доплатить и отдохнуть, чем сидеть на даче. На момент вылета, заглянув на флай-радар, чтобы посмотреть обстановку с полетами, стало ясно, что доплата в 8 тысяч рублей, это не просто за расстояние улечен для ног в салоне, ни за вино, ни за систему мультимедиа с кинофильмами, ни только за питание во время полета. Основной момент, на который не акцентировали внимание в префаривании доплаты, это то, что из Питера Туркиш-Эрландс летит над Европой менее 4 часов до Анталии, а тот же Нордвинд, российский, летит более 6 часов над Казахстаном. Для людей в возрасте это основной фактор. Как нам кажется, дополнительно 2 часа в сидячем положении полета, такое-се удовольствие. Теперь, что касается отеля. Мы заранее понимали, что это крайний отель Белека. Откровенно говоря, если по пляжу от отеля пойти налево, то за мысом будут 2 отеля, и они уже относятся к Манавгату региона Сиде. Учитывая это, мы понимали, что если ехать общим трансфером, то нас могут доставлять и более 2 часов, пока забросят всех по отелям, что идут ранее. Поэтому за 45 баксов у нас был заказан индивидуальный трансфер с лимонадами, водичкой и Wi-Fi на борту, который доставил нас за 45 минут в отель по прилету. Традиционно мы оставили вещи, нам было предложено пройти на завтрак, а потом сказали, нас уже заселят. То есть, прибыв в отель к 8 утра, мы не ждали, как положено, до 14 часов дня. Более того, договорившись, мы получили номер классом выше, чем был оплачен, а именно Family Duplex Pool Suite. Тут, кстати, надо обратить внимание, что номер двухэтажный. На официальном сайте отеля об этом ни слова. Да, где-то в номере мебель не в идеальном состоянии, где-то царапинки на зеркалах. Но, черт возьми, это огромный номер с гостиной, тремя туалетами, двумя душами и одной ванной, тремя телевизорами и Wi-Fi как в номере, так и на территории отеля. Вот так, кстати, кому интересно выглядит номер вживую. Соответственно, вот у нас вот такой небольшой балкончик. Вы раньше времени не расстраивайтесь, что типа, что это за Family Duplex с таким маленьким балкончиком. Соответственно, что сюда еще входит? Вот такая комнатка. Светильник 2, кровать. Здесь, если вы приехали вдвоем, то вы можете любоваться своей второй половинкой, если она принимает душ. Не хотите, закрывайте. Да, кондишен есть, соответственно, вот центральная и вот такой вот. И вот такая вертушка. Естественно, как и в любом отеле. Турция, Египта, Туниса не работают, если у вас приоткрыт балкон. Да, мини-холодильник. Если важно, покажу. Фанта, Пепси, причем 250 миллилитров, не 0,33. Вода как раз 0,33. Пива не было. Хотя, кто-то писал в отзывах, что пиво, по-моему, в описании отеля, что пиво добавляют только в первый день. У нас не было с первого дня. Мы сегодня уже третий день как отдыхаем. Соответственно, шкафчики. Нечего тут показывать. Шкафы, шкафы, сейф. Сейф бесплатный. Сами разобрались. Тут, в принципе, все на русском написано, как работает. Соответственно, сортирные, уборные. В плане того, что умываться можно. Есть ванна, душ. Очень удобно, что он есть на шланге. И сверху капает. Не надо держать. Если ты просто включил в нужном положении, и сам себя ополоснул. Раковина. Мыльно-рыльные принадлежности. Зубной щетки нету в комплекте. Ушные палочки. Короче, все необходимое есть. Так. Свет выключаем. И здесь тоже. Пойдемте, покажу дальше. Соответственно, здесь тоже шкафчики. Это вторая комната. Соответственно, здесь две кровати. Это уже дочка сдвинула. Ну, ей так удобнее. Она здесь одна тусуется. Соответственно, вот такой, типа, балкон. Со взглядом в никуда. Но он есть. Так. Ну, у нее тоже. Сейчас покажу. По-моему, только душ. Если не ошибаюсь. Туалет и душ. Да. Только душ. Пойдемте, покажу далее. Соответственно, здесь на случай, если вы приехали... Сейчас свет включу. Если вы приехали с ребенком, вот такая вот... Как называется-то... Ну, короче, вы поняли. Дверька, чтобы ребенок у вас не выскочил. Вот, начиная спускаться, вы включаете свет. Да, как вы поняли, нам она двухэтажный. Идете, 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 идете. Мы сначала не хотели этот номер брать. Именно из-за лестницы. Но, как оказалось, ребенку даже нравится туда-сюда ходить. Да, там включили, здесь спустились, можно выключить. То есть, кнопочка, все продумано. Здесь, соответственно, еще шкафчики. Тут туалет, раковина, умыться. Это типа гостиной. Иван, кресло. Еще один мини-холодильник, как и у дочки в комнате. Итого, получается, три холодильника. Здесь то же самое, кто не верит, что пива не было. Пепси, фанта и водичка. Телевизор, да, вот такие вот небольшие. Но у нас их три штуки. И здесь самое интересное, сейчас покажу. Вот такой вот уже балкон настоящий. Здесь, соответственно, как вы еще, наверное, не поняли, есть вот такая дверька волшебная. И можно вот по этой вот лесенке спуститься непосредственно, как и сделали мои девчонки, либо на лифте, либо вот по этой лесенке спуститься вот к этому бассейну. Сушилки у нас изначально не было. У нас стал вопрос, как сушить только на двух креслах. И, естественно, когда у вас четыре человека в номере, ничего особо и не высушишь. Ну, буквально вот мимо шли ресепшена, попросили, пока кушали, пришли, уже все было. Все вопросы на ресепшене решаются быстро. Особенно часто будете сталкиваться с размагничиванием карт, которые открывают непосредственно дверь. Дают по количеству человек в номере. Два, четыре, нам пять дали на всех случаях, хотя у нас четверо. Ну и вот такой вид, да, с балкона. Вид на море. Сейчас, соответственно, время у нас сколько? 17.17, поэтому море такое волнистое, как обычной засолочной активности ветер поднялся. Да, это этот самый вход непосредственно вот такой вот коридор и в ту сторону то же самое. Территория отеля и пляж это то, ради чего сюда стоит приезжать. Пока нытьски в отзывах про отель пишут гадости, просто посмотрите, какие здесь отличные виды, ощутите масштаб. Отель настолько большой, что архитектору надо памятник поставить при жизни. Для примера, первые дня два-три мы поднимались в номер, как нам показал изначальный сотрудник, который нас провожал до номера при заселении. Далее, чуть освоившись, мы сами нашли еще пять возможных вариантов попадания в номер, более коротких, где максимально быстро можно попасть в столовую мину и открытое солнце, вариант, когда можно попасть в ближайший бассейн, в спа, на море и так далее. То есть, если не бухать беспробудно, можно оценить всю задумку при создании отеля на полную катушку и начать кайфовать. А тем, кто пишет плохое про отель, хочется сказать, а вы когда сравниваете этот отель с чем-то еще, берете во внимание цену отеля? Мы на момент оплаты видели, что этот отель выгоднее, чем Одинбэй Голдринт в Алании, где мы были в 2019 году, и по всем параметрам Ликия обходит отель Одинбэй. Я бы даже сказал, разбивает в пух и в прах. Чтобы не быть многословным, давайте по пунктам. Территория отеля в Алании 12 тысяч квадратных метров. Территория Ликии 1 миллион квадратных метров. Да, это с учетом гольф-полей, но и сам отель с его корпусами это просто монстр рядом с Одинбэем. Пляж отеля в Алании через подземный переход и примерно метров 100 его длина от силы, где вы будете лежать бок о бок с туристами соседних отелей. При этом заход в море не самый удобный, плюс вода не самая чистая. Это чисто природное. Ничего вы с этим не сделаете. В Ликии же пляж пологий. Галечка только на входе в море. Пляж не 100 метров, а 2,5 километра, куда приплывают черепахи и откладывают свои яйца. То есть природа вас будет окружать в данном отеле повсюду. Питание здесь тоже сильнее. Более того, мы отель поставили на второе место после отеля Мегасарай в Белеке, где мы были два раза ранее. Иначе говоря, если вам нужны идеальные, новые номера, супер-пупер сервис, как в Макс Рояле, то не ищите это в Ликии за ее бюджет. Здесь просторные, пусть и не самые свежие номера. Достойное питание, отличный пляж, мега территории. Для примера, часы мне показывали в пиковые моменты, когда я за день успевал сходить и на рыбалку, и за ракушками, по 23 тысячи шагов. Кому интересны минусы, специально для вас. Да, есть у отеля заброшенные территории. В силу пандемии, тем более нынешнего времени, сделать отель сказкой не приходится. Я, если честно, и не уверен, что это пойдет на пользу отелю. Так как взлетит ценник, из минусов не самый сильный алкоголь. Более-менее качественные напитки, это в баре, что рядом с рестораном и в лобби. На пятый день, как по волшебству в ресторане, откуда-то появились мухи. Они прям выбешивали моментом. Если сядешь на улице под тентом, пока ходишь за добавками, будь готов, что местные воробьи приведут дегустацию на твоем столе. На детской анимации стоило бы делать музыку на порядок тише. Наш ребенок, для примера, только день на шестой, наверное, смог привыкнуть к оручим колонкам. И да, как кто-то писал, в отель неожиданно могут нагрянуть студентики спортивных академий Турции. А это может означать, что стоишь ты, например, на завтрак за вафлями, четвертой в очереди, но перед тобой стоит ребенок в футболке академии. А далее подходят ее подруги, и, о чудо, ты уже не четвертой в очереди, а двадцать пятой. Не такие уж и вкусные эти вафли, начинаешь думать. Пойду поем панкейк и шоколадной пастой. Ну, а если студентов заселят рядом с вами, тушите свет. Они орут, стучат, ведут себя, как у себя дома, а они и есть у себя дома. При нас сотни студентов были заселены в самые большие номера отеля, в том числе в фэмили, с выходом к своему бассейну. То есть вся романтика, ради чего ты брал этот номер, может быть убита на корню за одну минуту. Из минусов видно, что заброшена спа-зона. Живьем это выглядит вот так. На седьмой день, да? Сейчас я убедюсь. Все, я как раз вышел к этому, к ресепшену с той стороны, когда спросил. Это да, массажный инжир. Смотри, сколько висит. Вот от нами огромный, весь в инжире. А чем они у меня ракушки примут? Ну, что заработаем? А ракушки? Еще так. Да, сейчас. Вот заморочились же, да? Ну, это чтобы огородить. Там массаж, походу, делают внутри, приватный какой-нибудь. Твою мать. Видишь, оттуда что-то просматривается. Что это, непонятно. Так, Мось, вот ты в квестах участвовала? Он, походу, не работает, да? Закрытый использование по причине ковид. Ага, вон оно что. А зачем сюда люди туда ходили? Так, а вот лежаки, которые мы видели, мы предполагали, что это лежаки, относящиеся туда, к бассейну. Так, а что тогда тут есть? Я не поняла. Турецкий хамам. Бодискраб. Гомычка, пасити. Вот хамам, да? Сместимость четыре человека. Да и как он работает, то потрогай. Бара может нету, но он работает. Для четверых средников нету. Иди, принимай. Бодискраб. Тут видим метод. Ну, ложат и пенят. Нет? Есть кто? Да, то же самое. Тут на одного получается. Тут на четверых. Это что-то. Тут тут индивидуально. Хамам. Хо-трум. Это горячий хамам. Чего они гонят? Мы так и предполагаем. У нее просто тут с крыши он тоже не стал заморачиваться. А давайте, говорит, крышу сделаем вогнутую. Подожди. Слушай, я садик, каждый в уголочке, то есть ты можешь индивидуально. Вот еще теплый хамам. Давай бабушек добьем. Сколько мы насчитаем? Горячий? Я не понимаю, что там еще надо. Ну да, там наружу зеленая какая-то вода. Не очень красивая. Почему в этом должен быть бассейн? Наружи? Что? Наружи бассейн. Ну вот это вот. Вот балкан или вот это? Не знаю. Может, а мыльки должны плавать? Раз тут японский стиль. Карпы какие-нибудь. Так, а дорогу обратно ты сможешь найти? Нет, сейчас я. Ну, ничего такого особенного. Я, ну, это была большая очень, да. Ну, трихомама. Это что за лабиринты? А, вот мы видели как раз вход. Вот, это что такое? Архитектор, давай подсказку. Может быть, массаж делается, но жарко. Ну, типа, знаешь, почти не просматривается. Вот оттуда разве что. И оттуда. Пойдем дальше. Мы хоть примерно поняли, что... Блин, и дальше еще что-то пошло. Давай, не знаю, могу, матерь. О, это парилка. Открыто, почему? Это самому на какого-то нельзя. Вам не сказали, что не работает. Ну, это самому, что не работает. Не работает, наверное, она вообще не работает, пока она все стильная. Да, пошли дальше смотреть. А куда они туда ходили? Пошли туда, да. Тут вроде полукругом. Души. Как будто тут вообще никто не пользуется. Закрыт для использования по причине ковид. Еще типа хамама такого темного. Сауна. Мужская и женская сауна. Вот женская. Загляни, вдруг там готовится снимать, дай бог. Вот эти работают. Да. Здесь жарко сауны. Здесь тоже, кстати, офигенно. Ну, в плане прям чувствуешь вот сауну. Вот запах пошел сауной. Так, это женская такая же, да? Да. Никого? Никого там. Так, это женская сауна. Это души мокрые почему-то. Так, мы здесь не были, правильно? Оттуда шли, оттуда шли. Тут лабиринт это настроили, да? Откуда. А, коридор, откуда. И куда. О, фитнес. Вообще неожиданно. Писцин, японеза, японский спул. Писцин, писцин. И где мы сейчас выйдем? Давай, удиви меня. Ну-ка, сеть, накуси, выкуси. Давай, веди меня сейчас. Бац, и к номеру выйдем. Так, спа. Так, это спортсмены, правильно? Да. Да. Туалеты. Здесь все понятно. Угу. Так. Так. Харита ресепшн лобби. Ты не ищешь легких против? Да, если бы там еще вода была голубая, вообще огонь было бы. Мне кажется, это все с ковидом связано. Так, мы где-то были. Сауна, мы туда шли. Да? Это заброшенная была. Это мы видели. Так, это что такое? Еще одна сауна что? Русская сауна. Русская сауна. Русская сауна? Русская сауна? Ну, не работает. Русская сауна не работает. Надо, кстати, зарядить батарею. Карту я проверил, батареи нет. Тоже в камушках. Сегодня у нас незапланированное видео. Решили воспользоваться благами отеля. Вот это вот отель Lykea World Antalya. Относится формально к Белеку, но, если честно, то вот вот это по береговой линии, если пройти, вот за мысом сразу два отеля будут, они уже территориально относятся к Сиде. В ларочек тут ходили, перед воротами есть право бюджетный. Все магнитики, которые там есть, все с надписью Сиде. Так что сами местные позиционируют себя именно как Сиде. Плюс отеля, вот люди, видите, купаются. Это вот начало пляжа. То есть вот это все, что я сейчас иду, это по сути тоже относится к отелю, потому что вот территория слева, это гольф-полян. Наверное, не очень хорошо видно, но территория отеля, что вы не поверите, один миллион квадратных метров. Это, естественно, с учетом гольф-полей. В ту сторону тоже пляж очень большой. Там речка впадает, Белековская. И там, соответственно, как правило, рыбаки тасуются. Я специально пошел в другую сторону, взял с собой удочку. Хочу попробовать, потому что рыбалка на море, это всегда сюрприз. Фишка отеля, это заповедная зона. Здесь, ну, сейчас не видно, потому что я отошел от зоны, которая вот непосредственно к отелю относится, мне отсюда, где лежаки. Там черепахи большие, которые зацеплены в Красную книгу, откладывают яйца. И, соответственно, там вот на пляже решеточки специально волонтерами огорожены, чтобы черепашкам никто не мешал, когда пройдет процесс вылупления и побега обратно в море. Сейчас я покажу, насколько это все происходит, именно вот, как это выглядит. То есть черепахи с моря, это заповедная зона, повторюсь, выплывают ночью. И вот такие вот следы. Видите? Это вот так черепашки выползают, откладывают кладку и уползают обратно. О, ракушка. Дочка просила, ракушки надо собирать. Так, дальше смотрим. Что тут еще? Вот еще кладка. Вот еще, вот еще. Тут такое ощущение, что сразу три. К самим кладкам не пойдем, чтобы, не дай бог, не наступить. Мы все-таки здесь с другой целью. Да, сейчас будем впервые рыбачить. Не знаю, к чему это приведет, повторюсь. Море это море. И когда ты идешь рыбачить на речку или на какой-то пруд, ты просто берешь, прикармливаешь, либо идешь в знакомое место. А это, господа, море. Прикармливать тут бесполезно. И это всегда интересно, потому что никто не знает, чем все это закончится. Поэтому, если что-то поймаю, я вам покажу. Я взял обычный спинник, самые обычные российские снасти с Алиэкспресс купленные. Так что вот так вот. Кстати, вот еще следы от черепахи. Сейчас и ракушки заодно поищем. Да, вот, видите? Еще следы черепахи. Это всю ночью происходит, как я понял. Природу не обманешь, они знают, когда, куда приплывать. Соответственно, местные волонтеры полностью этот процесс отслеживают и контролируют. Отель стоит только похвалить. Вот это, по сути, да, уже дикий пляж. Но я бы не сказал, что он прям засран. А если засран, то кем? Людьми. Местными, не местными. Я не знаю, вот бутылки какие-то. Ну, что есть, то есть. Так, еще ракушка. Дочке пригодится. Море. Соответственно, вот, где справа от пляжа, ну, имеется, где лежаки, прямо напротив отеля, там, где речка впадает, соответственно, вода чуть-чуть мутнее, потому что речка впадает там в 500 метрах примерно. Здесь, видите, как будто бы глубина побольше, но вот песочная часть видна. То есть тут как будто первая идет ступенька, там метра два, наверное, глубина. А, поменьше. Дальше, если пройти, уже песочно. Так и напротив отеля. Ну, я к чему? Что, чем левее идти вот от середины пляжа, тем вода чище. И теплее, естественно, потому что там речка впадает местно, она, естественно, грубо говоря, с гор сходит, вода ледяная. Ну, имеется, да, у речки. Само море-то нормально, мы там все купаемся. А я пошел на встречу приключений. Рыбалка прошла впустую, ничего не поймал. Ну, я и закидывал, наверное, раз десять. Ну, дойдя примерно вот отсюда метров триста, наверное, обнаружил огромную стаю чаек, которые явно что-то знают. То есть черепашки, которые откладывают яйца, видимо, уже скоро-скоро пойдет процесс вылупления. Потому что там вот метров сто просто весь берег в чайках. А так, то, что ничего не поймал, конечно, нифига не расстроился. Зато ребенку насобирал кучу-кучу ракушек. И да, подтвердил то, что поговорили в других отзывах. Вода, чем туда вот левее. Не могу сказать, что чище, потому что сегодня волны, но то, что теплее, это факт. Там вот буквально вода, ну, как в Сиде, была в июле. Мы когда-то отдыхали в сенастом году. То есть вот там вообще заходишь, и как будто тепленое молоко. Так, что тут у нас? О, отель, судя по всему, кстати, для элиты. Потому что, смотрите, явно новая коллекция Balenciaga. Люди даже оставляют половину в кроссовках. Сколько такие, наверное, стоят? Около 150, значит тут одна, сколько, 75 тысяч, прикиньте. Вот такие мажоры тут отдыхают. Отель, кстати, немножечко странный. Первый раз с таким сталкиваемся. Арбузы есть только на завтрак. В некоторых отелях на завтрак, наоборот, его нету. А здесь на обед, на месте, где обычно стоит арбуз, просто фруктовый салатик выкладывают. То есть на мелко нарезанные кубиками какие-то там фрукты. А на ужин на этом месте просто дыни. То есть арбуз есть только на завтрак. Никогда такого не было. С чем связано, не знаю. Ну, плюс-минус отеля, не знаю, для нас это не критично. Но вот такая фишка есть. И еще такой нюанс, если кто едет сюда чисто бухать. Более-менее нормальные напитки есть только в центральном баре, который получается слева от ресторана, на первом этаже. Ну и в лобби-баре. Там больше всего обычная очередь. Там сидят под крышей, расслабляются, там в карты играют. Именно толпой садятся, там удобные диванчики. То есть вот в этих двух местах там есть нормальные напитки. А во всех остальных только местного производства. То есть даже ром-кола-айс обычный. Не везде вы закажете. В лучшем случае есть виски, но по вкусу так себе. Так что делайте выводы. Если кто хочет бухать, либо берите с собой, либо сюда. Приезжайте просто отдохнуть, а не бухать. Вот видите. Водичка просто прекрасная. Хотя здесь уже теплая. Но там мне показалось еще теплее. Может, конечно, солнце прогрелось, не знаю. Так, вот мы дошли. Если видите. Там вот грубое далеко. Примерно в километре лежаки, точно не могу сказать. Здесь, соответственно, вот эта речка Кепричай впадает вот сюда. Ну, в море имеется уже средиземное. Вот пока я сюда шел. Вчера, если помните, или позавчера ходил в ту сторону от пляжа, налево. Там ракушек 25 меньше, чем здесь. Так что, кто хочет собереть ракушку, идите направо от пляжа. Вот сюда, получается, в сторону речки. Ну, и вот такой тут вид. Ракушек тут много. Вот, например, лежит. Вот лежит. Пойдемте посмотрим. Тут крабики должны быть. Не знаю, где нам лучше пройти. Вот так вот речка впадает в Средиземное море. Сейчас попробуем здесь удочку покидать. Что получится, не знаю. Видите, да, вот следы от черепах тоже. То есть черепахи здесь выползают, откладывают яйца. Вот как бы мне им не помешать. Да, надо как-то аккуратно обходить. Я не хочу никому навредить. Давайте здесь попробуем пройти. Может быть, сейчас крабиков заснимем. Они тут должны тусоваться. Вот такая вот речка. Крабиков пока не вижу. Водичка, интересно, ледяная. Ох, да, вода тут. Ну, раза в два, наверное, похолоднее. В полтора так точно. Если мы говорим про температуру в море. Так, ну все. Сейчас попробуем удочку покидать. Да потом пойдем к своим. В детский клуб обещали. Ракушек насобирали просто в вагон. Вода, смотрите, какая изумрудная. Все, будем кидать удочку. Туда мне не пройти, потому что речку обходить я не собираюсь, как вы понимаете. Красота. Это вилла напротив. В среднем, вроде, как говорят, около 600 тысяч. Но там, по-моему, до 9 человек. То есть на 2,7 снять в целом плюс-минус терпимо. Там своя парилка. Свой крытый бассейн небольшой. Открытый свой личный. И в отличие от Макс-Рояля, очень плотным забором все обделано. То есть вы не светите свои задницы лишний раз. По-моему, снять в газ. Знаю. С toком за 0,9-6-6-7-7-6-7-7-6-6-7-7-7-7-6-7-6-8-7-7-7-6-7-5-7-7-6-7-7-6-7-7-7-6-7-7-7-4-8. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА